сегодня у нас сладкая выпечка к чаю с черносливом необходимые продукты мука сахар яйца мягкое сливочное масло или спред маргарин кто как хочет грецкий орех по желанию я решила положить значит какао чернослив сметана ну и в конце соответственно как всегда у меня сода гашенная уксусом в чашу разбиваем яйца всыпаем сахарный песок и венчиком так сказать немножечко все это перемешиваем чуть чуть взбивая без всякого миксера так для того чтобы просто получилось однородная сахарно-яичная масса в общем без фанатизма в эту массу добавляем масло можно размягченное можно чуть-чуть растопленная затем добавили сметану на этом этапе я добавляю орехи чернослив буду добавлять потом ну и теперь как обычно вводим постепенно муку небольшими порциями вмешивая ее аккуратно в эту массу мука у меня конечно просеянная ну и дальше вот ввожу какао тоже просеивая его через сито и так у нас получилось вот такое мягкое эластичное и в общем то вот такое густое тесто это тесто конечно же кексовая сейчас я сюда добавлю чернослив чернослив перед этим я промыла просушила бумажным полотенцем порезала не мелко чтобы он чувствовался выпечки сейчас все вмешаем туда этот чернослив ну и дам тесто немножко постоять как обычно ну и пока тесто у нас так сказать отстаивается я подготовлю чашу мультиварки конечно выпечку это можно делать как в духовке так и в мультиварке но я предпочитаю мультиварочку духовочка у меня немножечко сушит как обычно вот я кладу пергаментный кружок значит смазала его пацан сливочным маслом края все так сказать вернее бока чаши я смазала тоже сливочным маслом не знаю почему на мультиварка вот как-то любит у нас масло сливочное но сейчас буду вот присыпать мукой делать такую мучную рубашку всем чаша подготовлена у нас здесь смазано маслом и обсыпано мукой ну и теперь в тесто я буду добавлять как обычно перед самой выпечкой соду вот конечно соду причем достаточно много потому что ну полная ложка чайная потому что тесто очень тяжелое у нас получилось как вы видели в смысле очень такое густое массивное конечно никакому разрыхлителю я его не доверю заливаем большим количеством достаточно уксуса это придаст большую пышность тесту но и сейчас очень быстро очень быстро вмешаю ну все чаша у нас вместе в мультивар очки закрываем ее и выставляем режим выпечка на час наверное может чуть больше посмотрю поставила на час 20 и главное в конце перед окончанием программы не забыть снять вот этот паровой клапан тогда выпечка не будет получаться как бы мокрой друзья бисквит наш приготовился и пока он будет остывать мы с вами приготовим крем вот наш бисквит достаточно высокий вышуте даже его шпажкой не попробовала он надеюсь что пропекся ну и вот потихонечку варим крем я уже а как-то выкладывала совершенно недавно этот крем на своем канале ну что друзья крем наш прекрасно остыл сначала до комнатной температуры потом я поставила его в холодильник вот он такой густой при густой прям вот ну и дальше будем взбивать его миксером чтобы он стал более таким пышным легким воздушным все вот наш крем он имеет такую мягкую эластичную нежную структуру вот и можем промазывать теперь ими любые коржи любого торта а мы с вами будем промазывать наш тортик шоколадный тортик с черносливом и орехами я сейчас пожалуй разделю его не на два коржа а на три коржа постараюсь разделить и вот буду их промазывать и так наш пирог шоколадный мы разделили на три коржа теперь будем собирать и это будет уже тортик ой друзья чуть не забыла сказать то есть перед тем как мы будем смазывать наши коржи кремом я буду пропитывать их вот такой конечно кофейно коньячной пропиткой заварила кофе остудила его добавлю коньяк и буду вот так тихонечко пропитывать вот таким вот образом смачивать достаточно обильно и так наш тортик готов вот таким он у нас получился можно сказать как говорится весь шоколаде но на самом деле это очень вкусно он влажный получился я люблю влажные торты с пропиткой вот не сухие крема достаточно было для этого торта даже немножко еще осталось но сверху я вот так сказать присыпала шоколадной крошкой собственно срезала с этого же пирога вверх сделала из него крошку и посыпала естественно его попробовала это очень вкусно друзья всем рекомендую ну и до скорых встреч пока пока и